Пенсионерка из Барнаула, которая взяла микрозайм, лишилась квартиры. Такое решение в пользу представителей финансовой организации вынес Краевой суд. Теперь Алифтина Веснина оказалась буквально на улице. Руководство статьями 330-332 Гражданского процессуального кодекса судебной коллегии определило решение, апелляционную жалобу ответчика Весниной Алифтины Ивановны и апелляционное представление прокурора Октябрьского района на решение Октябрьского районного суда города Барнаула от 6 июня 2018 года оставить без удовлетворения. Напомним, женщина взяла кредит в одну из контор микрозаймов, уверяет, просрочка по выплате была лишь раз. В итоге взятых ею 500 тысяч Алифтина Михайловна выплатила чуть более 100. При заключении договора одной из бумаг оказалась сделка по купле-продаже ее квартиры. В итоге о том, что жилье продано, пенсионерка узнала случайность квитанции за услуги ЖКХ. Веснина обратилась в полицию, возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Руководители микрофинансовой организации пока фигурируют как подозреваемые. После решения краевого суда пенсионерке просто некуда идти нет ни детей, ни родственников. Догрозаймы они не предоставили, квитанции об оплате процентов они нам не предоставляли. И получилось, что и сейчас на суде, вернее на очной ставке в следственном комитете, они отрицают вообще, что они нам давали этот заем. Утверждая, что только был договор купли-продажи. Это единственное мое жилье. У меня еще две кошки, цветов много. Мне вообще некуда переезжать. Защита Весниной намерена подать кассационную жалобу. В противном случае обратиться в суд высшей инстанции. Это далеко не единственный случай, когда жители Барновала после того, как брали микрозаймы, лишались квартир. Известно о еще семи подобных эпизодах.